23-й километр трассы М54. Именно здесь накануне произошла та самая страшная авария. КамАЗ, перевозящий бетон, двигался со стороны Красноярска и вылетел на встречную полосу. Здесь он буквально вмял в бетонное ограждение легковую Хонду. На отбойнике отчетливо видны следы удара, а вокруг до сих пор валяются искореженные остатки автомобиля. В легковушке ехала молодая семейная пара Дмитрий и Анна Смольниковы. Два месяца назад они поженились и в момент трагедии Анна была беременна, рассказывают родственники. Сейчас одна половина семьи собирает деньги на похороны 19-летней девушки и ее неродившейся дочки. Вторая пытается помочь Диме, у которого множественные переломы ног и тазобедренные кости. Они каждое воскресенье приезжали к родителям в Красноярск. Это традиция, да. Они жили в Девногорске, каждое воскресенье приезжали сюда к родителям. А сегодня Анечка должна была идти на очередное УЗИ. По версии очевидцев, именно КАМАЗ спровоцировал трагедию из-за неисправных тормозов. Однако это еще предстоит доказать. На месте аварии отчетливо виден тормозной путь грузовика, уходящий навстречку. ДТП вызвало большой резонанс в интернете. На фотографиях с места происшествия виден телефон фирмы, в которой работал водитель. Однако ее представители отказались отвечать на любые вопросы. Я ваш телефон сохраню, давайте переберю с руководителем. Вас наберу. Ну, а может быть вы мне руководителя телефон дадите? Нет, пока не дам. Пока ничего не скажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Я кушаю. Действительно ли неисправные тормоза стали причиной аварии, проверяли ли грузовик перед выездом, сейчас выясняет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть человека». Водитель бетономешалки пока не под стражей. Он уже прошел медицинское освидетельствование. Впереди еще несколько специальных экспертиз. Сейчас уже установлено, что водитель КАМАЗа находился, был трезвым. То есть медицинское исследование признаков флагольного опьянения у него не установлено. Сейчас сотрудники полиции устанавливают свидетелей данного происшествия и выясняют все обстоятельства того, что произошло на трассе. Родственники молодой семьи просят всех, кто стал очевидцем трагедии, дать им любые подробности с места происшествия. Материалы с видеорегистраторов или фотографии – это поможет в суде. Связаться с ними можно по телефону, который вы видите на экранах. Александр Ловицкий, Максим Галат. Новости.